Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале про путешествия и для того, чтобы мы для вас снимали такой качественный контент, сейчас вы увидите 15 секунд рекламы. Партнером нашего канала является надежный букмекер 1xbet. Ставки на спорт, большие выигрыши, своевременные выплаты, все это 1xbet. Ссылки в описании. Надежный букмекер. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале про путешествия. Меня зовут Богдан Булычев и это обзор от путешественника. Новая Toyota Alphard. Погнали! Итак, в линейке у Toyota появился новый микроавтобус. Вернее, это не новая модель, это уже третья генерация на российском рынке и по мне она самая удачная. Конечно, мы будем рассматривать эту машину именно с точки зрения путешествий, с точки зрения путешествий на дальние расстояния и, конечно, путешествий не связанных с оффроудом, потому что у машины передний привод, очень низкий клиренс и обвесы. То есть, это городская машина для комфортной езды, для очень комфортной езды по асфальту. Ну и давайте перейдем, наверное, к внешнему виду этой машины. Наконец-то, понимаете, компания Toyota сделала такую машину, на которую засматриваются все. Если до этого компания Toyota делала просто эталонные автомобили, то Alphard – это произведение искусства. Не побоюсь этого слова, это действительно так. Причем именно в этой комплектации, в этой модели у Toyota Alphard компания ушла от размещения своего известного логотипа на передней части машины. И здесь мы увидим совсем другой значок. И поэтому, не только поэтому, но отчасти и поэтому тоже, огромное количество именно интереса вызывает эта машина. То есть, на заправках, на парковках, за то время, пока пользуюсь этой машиной, это уже больше полумесяца, ко мне подходят и спрашивают, что за машина, что за тачка. И только потом, когда видят с задней стороны шильдик Toyota, говорят, блин, это просто нереальная машина. И это действительно так. Опять же, повторюсь, вы просто посмотрите в эти линии. Это просто произведение искусства. Эта машина притягивает взгляды абсолютно всех. Молодые ребята, девушки, взрослые мужики, бандиты, спортсмены – все смотрят на эту машину. Глядя на эти линии, понимаешь, что ты едешь на трансформере. Но это не автобот. Это злой и ужасный десептикон, который призван сюда для того, чтобы просто вызывать у вас огромную бурю эмоций. Сейчас я расскажу вам, что здесь за двигатель, какая здесь мощность и что может эта малышка. Теперь немножко поговорим про комплектацию. Для того, чтобы у вас сложилось полное впечатление об этом монстре, скажу, что это самая топовая комплектация – Executive Lounge. Здесь стоит V6 двигатель, 300 лошадей, передний привод. Ну, конечно, мне не хватает, честно говоря, полного привода, потому что эта машина – одна из единственных машин, когда ты стартуешь со светофора и нажимаешь педаль в пол, то у нее прокручиваются колеса. То есть, если бы это был полный привод, то динамика разгона была бы еще более зверская, еще более дикая. И что самое главное, что чем мне нравится концепция японских производителей именно по созданию микроавтобусов, ребята делают микроавтобусы из седанов, из легковых машин. Поэтому эти микроавтобусы динамичные, они очень хорошо управляются, они невероятно комфортные. И вообще японские микроавтобусы, мне кажется, это эталон микроавтобусов. Если же сравнивать с европейскими его, ну, в кавычках, конкурентами, то здесь все очень просто. Европейские микроавтобусы – это бывшие грузовики, бывшие большие полноприводные машины, из которых сделали невероятные фургоны. Они большие, но не такие красивые, не такие комфортные и не такие динамичные. Данная машина в России продается в двух комплектациях. Самая дешевая стоит 4 миллиона 460 тысяч рублей. И наша комплектация самая полная стоит 4 миллиона 820 тысяч рублей. У машины идеальная оптика, она действительно очень крутая. И Toyota здесь, мне кажется, вообще давайте так, вот если уж говорить на чистоту. Если закрыть шильдик Toyota, то по комфорту, по всему это, мать его, Lexus. И это связано, наверное, отчасти с тем, что Alphard делаются в Японии и привозятся к нам сюда, в Россию, именно из Японии. И мы единственная европейская страна, в которую ввозятся эти японские Alphard. Поэтому они такие комфортные. Сразу забегая вперед, могу сказать, что есть еще для внутреннего, для японского рынка полноприводная комплектация. Она гибрид, в ней еще большая мощность. Получается бензиново-гибридная установка. Но в Россию к нам ее почему-то не привозят. Ну, наверное, потому что они здесь не очень пользуются хорошей популярностью. Также, забегая вперед, могу сказать про единственный, наверное, минус, связанный с технической частью этого автомобиля. У машины большеватый расход. Большеватый, когда я говорю, я немножко лукавлю. Он большой. То есть, заявлено около 10 литров. По факту же машина ест где-то литров 15. Вот. Но за эти 15 литров вы получаете такую динамику. Подождите, об этом чуть-чуть попозже. А сейчас давайте заглянем под капот. Что касаемо подкапотного пространства. Из минусов, ну, то, что здесь нету вспомогательных телескопических вот этих амортизаторов. То есть, здесь архаичная палочка в виде костыля, которая идет под подпорка. Сам он очень маленький, металлический. Вот. И здесь, собственно, D4S, V-образная шестерка. Старый проверенный двигатель. Давайте посмотрим, как он там выглядит. Вот. Можем посмотреть, как, собственно, отличный двигатель. Каких-то нареканий по нему практически нету. За время его существования на рынке компания Toyota его несколько раз допиливала. Те нюансы, которые были по нему. Вот. И сейчас в этой машине и в тех комплектациях, где он появляется, это просто идеальный вариант. Единственное, что есть из минусов в этом движке, это его прожорливость. Но надежность, динамика и та мощь, которую он выдает, это просто, конечно, на высоте. Также хочу отдельно сказать про систему стеклоочищения, а в частности про дворники. Они оснащены системой подогрева лобового стекла в нижней своей части и очень хорошо подходят для нашей зимы. То есть, ваши дворники не будут замерзать. Также, ну, как бы, из-за того, что здесь огромное стекло, то можно посмотреть. Первый дворник вот такой вот гигантский. Вот. А второй дворник, сама очищающая вот щеточка, она небольшая. Но с этой палкой можно ходить на рыбалку. Можно, я не знаю, там еще с ней что-то сделать. То есть, количество применения этой палки в обычной жизни может быть просто невероятное. Ну, сами посмотрите, какое здесь лобовое стекло. Обзорность из этой машины просто запредельная. Поначалу, когда ты пересаживаешься сюда после обычной, ну, как я пересел сюда после внедорожника, и могу сразу сказать, что я, конечно, ну, по-нормальному охренел от того обзора, который здесь есть. То есть, он абсолютно большой, абсолютно во все стороны. И это, наверное, один из плюсов Toyota Alphard. Вернемся к колесам. По моему мнению, колеса, конечно, у этой машины, как и клиренс, низковат для нашей России, для наших нечищенных дворов. Здесь стоят 235-е колеса в 18-м радиусе, и их откровенно маловато. То есть, ну, слава богу, что арки и рычаги позволяют сюда поставить резину еще немножко повыше. Вот, и все-таки сюда надо ставить не 50-ю, а хотя бы там 55-ю. 60-ю, конечно, уже здесь не будет смотреться. Ну, и сам клиренс. То есть, здесь в части, где вот iPhone Plus можно померить, в части он здесь проходит нормально. А если брать переднюю часть, вот где брызговик, то его можно абсолютно здесь поставить. Для России, для нечищенных дворов зимой, этого, конечно, маловато. Но еще раз напомню, машина для асфальта, машина для перевозки VIP-пассажиров с невероятным комфортом и с невероятным внешним видом. Ну, и пора уже перейти внутрь салона, в царство комфорта. Не побоюсь этого слова, роскоши и наслаждения. Погнали. Вот мы, собственно, и добрались в сам салон. Сейчас давай я сделаю вентилятор. Потише, чтобы было. Еще тише здесь. По внутренней отделке. Ну, конечно, сразу понятно, что эта машина за такие деньги по-другому внутри и не могла быть отделана. Здесь все сделано под кожу. Вот это, я не знаю, кожа или не кожа, но это вот все обшито. Здесь все обтянуто, очень хороший руль. Еще раз говорю, по ощущениям здесь, как в Lexus. Если мы убираем шильдик Toyota, то это Lexus. Хорошая, понятная панель приборов. Конечно, единственное, что здесь мне не хватает. Мультимедиа, ну, она от предшественников, и ее, конечно, хотелось бы уже новая. На новой Camry другая мультимедиа, и машина совсем выглядит по-другому. Вот эти два прибора меня вполне устраивают, и говорить о цифровой панели, в принципе, ни к чему. Вот это для этой машины абсолютно удобно и комфортно. Ну, и наличие всевозможных регулировок здесь просто зашкаливает. О чем только говорить, вы можете посмотреть сюда. С виду это обычное зеркало. Но если вы хотите, чтобы вам помог ваш видеопомощник, вы переключаете вот так, и сзади вы видите видеокамеру, благодаря которой можно комфортно сдавать назад, или можно просто, когда едешь, больше угол обзора. Если выключаешь, опять обычное зеркало. По-моему, очень круто. Здесь количество всевозможных кнопок. Можно открыть багажник, открыть, как всегда, люк. Здесь, кстати, два люка. Этот люк открывается по-обычному только так, в ручном режиме, а люк для пассажира полностью отъезжает назад. Там большая панорамная крыша. Про второй ряд мы поговорим чуть попозже. Я обязательно перейду туда, потому что все самые главные плюшки в этой машине находятся именно на втором ряду. Место водителя тоже не обделено. Это не просто какой-то халдей, который везет своего босса. Это, возможно, мама, которая везет своих детей. Это, возможно, муж, который везет свою семью. Здесь тоже очень комфортно. Но комфорт, который есть на кресле пассажирском, вот где сидит сейчас наш оператор Влад. Кайфово, да. Или комфорт, который на задних, на среднем ряду. Вот он просто невероятный. Третий ряд здесь, конечно, номинальный. И машина все-таки больше четырехместная с невероятно большим багажником, чем шестиместная с маленьким. Вот. Здесь, что здесь по системам? Ну, то есть тут все просто. Подогрев, вентиляция, старт-стоп, эко, антибукс, антиюз, электронный ручник, всякие удобные ниши, регулируемые подстаканники. Здесь под телефон, чтобы он не юзал. Здесь прикуриватель непонятно для чего, уже никто не курит. Очень удобный подлокотник. Подлокотник открывается сначала в одну сторону, можно открыть его. Здесь его можно открыть в эту сторону. В этом плане суперкомфортно. Сразу хочу сказать о минусах внутри этого салона. На весь салон всего лишь один USB-разъем. Ну, ребят, ну это просто, это уже непорядочно. То есть, как минимум, их должно быть два впереди и два сзади. Потому что, ну, просто с одним USB-разъемом, это, конечно, морока. Я понимаю, что здесь есть розетка на 12 вольт, сзади есть розетка на 12 вольт. Но это немножко не тот уровень. Все, уже телефон не делают с розеткой на 12 вольт. Телефон делают с USB-разъемом. И вот под этот телефон, под планшет, он, конечно, должен быть. Здесь этого нет. В остальном вообще все суперудобно. Огромное количество вот таких подстаканников здесь. Подстаканники с той стороны здесь можно посмотреть. Вот такой удобный подстаканник. У меня здесь с этой стороны тоже вот такой есть подстаканник полностью под подставку сюда. Тоже он очень удобный. Закрывается декоративной крышкой. Как всегда, три настройки под папу, маму и кого-то из детей. То есть, настройка кресел, зеркал, круиз, всевозможные все системы. В этом плане, конечно, машина очень крутая. Плюс мне очень нравится, что она вся в черном дизайне, обшита черным. То есть, это такой прям стайлак, который мне лично очень нравится. Но напомню еще раз. Самое главное в этой машине не водительское место. Самое главное в этой машине – это второй ряд сидений. Все-таки это машина для перевозки VIP-пассажиров. Погнали! Поехали! Теперь вы понимаете, как себя чувствуют люди в подобных машинах, вот в таком комфорте на задних креслах. Вот поэтому я и отчасти сожалею, что мне это нравится. Хотя я очень люблю управлять машиной. Но сейчас давайте я вам расскажу в подробностях, что же здесь хорошего на втором ряду Toyota Alphard. Давайте! В общем, здесь в автомобиле огромное количество всего-всего-всего, для того, чтобы ваше времяпровождение внутри Alphard было максимально комфортно. Давайте по порядку. Начнем с самого низа. Кресло максимально удобно регулируется по всей длине на рельсах, как можно придвинуться максимально близко сюда. И это будет тоже комфортно, для того, чтобы на третьем ряду кресел пассажиры могли сидеть с не меньшим комфортом, чем вы. Также и двигаться в разные... Если мы уберем третий ряд, то можно еще дальше отодвинуться. Но это максимально комфортно, потому что здесь, вот вы сами можете посмотреть, то есть место не то, чтобы более часто, да, как обычно меряют. Я сижу, и у меня там 10 сантиметров от моих колен до переднего кресла, я настроился сам за собой. Я настроился сам за собой, у меня здесь еще может сесть, не знаю, кто угодно мне на колени, и тоже будет сидеть комфортно. Вот. Следующий очень-очень кайфовый девайс в этой машине. Напомню, у нас откидные, отодвигающиеся двери назад, сдвигающиеся, сдвижные двери. И при этом в этих дверях есть стеклоподъемники с нормальным поднимающимся и опускающимся стеклом. Обычно во всех машинах такого класса это форточки, сдвигающиеся назад. Вот такого нету нигде. Ну, или если есть где-то, где я пропустил, то это просто исключение из правил. Здесь, в Альфарде, это норма. По кругу везде стоят динамики JBL, стоит мультимедийная система с подвесным монитором. Соответственно, система под флешку, под диск Blu-ray. Для совсем ленивых есть вот такой пульт управления всем этим богатством, всем этой системой мультимедия. Здесь же внутри есть полностью такой вот блок управления. Блок управления цветом. Можно выбрать, каким цветом будет ваша подсветка. Здесь все цвета, порядка где-то 10, наверное, разных подоттенков и цветов. Соответственно, здесь климат. Открывание, закрывание нашего, собственно, люка. Он очень большой. Вот, вполне его хватает, ну, можно сказать, что это практически панорамная крыша. Также наверху встроены динамики, дополнительные свои дефлекторы на обдув кондиционера. Есть свет здесь, который светит в передней части. Есть свет, как в самолете персональный, настраиваемый уже с блока управления отсюда. Вот так вот он светит, этот свет. Вот, все ручки выполнены в этой машине, они как прорезинены. То есть, это не просто пластик, это все прорезиненное. Здесь это кожа, здесь это прорезинено. То есть, все очень и очень удобно. Здесь еще есть ниша для мусора, в данном случае я ее использую. Вот, удобные вот эти вот штуки для держателей под все, что там, под бумаги, под еще что. То есть, это не просто сеточки, это суперудобные и комфортные вещи. Вот. Также здесь есть очень удобная вещь. Вот, если подвинуться поближе, то ноги могут уходить прямо туда. То есть, это тоже очень удобно. Вот. Вот можно стоять вот так. И это тоже будет очень комфортно. Вот. В автомобиле огромное количество всевозможных подстаканников. Подстаканники под бутылку в двери. Здесь на каждом кресле есть дополнительный свой подстаканник. Помимо всего прочего, есть вот такой вот откидной столик. Столик, ну, я не могу сказать, что он прям там супербольшой или еще что-то, но он вполне комфортный для того, чтобы на нем работать. По паспорту он выдерживает 10 килограмм абсолютно спокойно. Здесь с этим столиком я работал вместе с ноутбуком, когда ехал по делам. Жена была за рулем. Очень удобно. Вполне сидишь себе, работаешь. Все очень комфортно. Вот. Помимо всего, также опять же здесь ниша есть, вот куда я положил очки свои. Вот. И с этой стороны, давайте я вам, наверное, покажу лучше на этой стороне. Есть вот такая система в панели управления. Что мы здесь имеем? Соответственно, регулятор подачи холодного воздуха. У нас здесь перфорированная кожа, система Isofix кресла. Соответственно, ручка минимальная, максимальная. Также можно включить подогрев минимальный, максимальный. И просто отключить эту функцию нажатием на кнопки. Это кнопка экстренного, так скажем, приведения кресла в исходное положение. Опускается поддержка для ног. И спинка выравнивается в ровное. Здесь у нас, можем посмотреть, вот такая вот замечательная есть поддержка для ног. Она мало того, что подымается вверх, так еще и регулируется полностью по длине. То есть, если у вас длинные ноги, вы можете ее вот так выпрямить. И это нереально удобно. Ребят, это просто нереально удобно. Вот. Ну и опять же, этой одной кнопкой мы ее возвращаем назад. Дальше. Здесь у нас есть, опять же, две памяти. Можно запомнить, настроить под себя. Можно настроить, допустим, первый сделать какой-то комфортный, чтобы по 10 раз не настраивать. Нажали комфортный, он сразу выехал, кресло откинулось. Второй, допустим, просто для езды. Вот. Ну, в принципе, здесь, наверное, с регуляторами все. А, и этот свет, который вы делаете на себя, точечный, который регулируется здесь, он еще в дополнение ко всему регулируется по яркости. То есть, больше-меньше, плюс-минус, ярче-тусклее. То есть, это, в принципе, тоже очень удобно. Что еще здесь у нас такого? Ну, соответственно, про люк я уже сказал, про мультимедиа сказал. А теперь, друзья, мы не забываем, что у нас микроавтобус. И у нас есть еще третий ряд. Третий ряд, сразу скажу, не такой комфортный, как передний и как второй ряд. Но он, тем не менее, есть. И сейчас мы перейдем на него и посмотрим, комфортно ли на третьем ряду или нет. А перед тем, как перейдем на третий ряд, покажу вам еще одну барскую функцию, которая есть в этой машине. То есть, как и всех машинах, здесь все-таки, наверное, главный человек, тот, кто едет вот на этом кресле. В данном случае у нас здесь стоит кресло дочки и едет дочь. Она не может еще пока перемещать и управлять. Но вот в случае чего можно отрегулировать это кресло вперед-назад и наклон ручки. Там вот такие кнопочки есть. Давай покажу, какие кнопочки. Вот такие есть кнопочки. Вот. Тоже очень удобно. Вы можете подрегулировать под себя абсолютно все. Так, сейчас переходим к багажнику и посмотрим, удобно ли сидеть пассажирам, находящимся на третьем ряду или нет. Погнали. Мы добрались до багажника. Сейчас посмотрим, что здесь. Но, опять же, вот очень странная вещь. Дверь открывается сервоприводом с ключа и дверь открывается кнопочкой из салона. Но если здесь нажать на дверь, вот мы нажимаем, срабатывает замок, но дверь не поднимается вверх, потом дотягивается назад. Здесь только вручную. Я не знаю, с чем это связано. Я пытался ее включить, отключить. Жучок, давай, букашка, иди отсюда. Вот. Но, к сожалению, ничего, жучка выгнал. Вот. К сожалению, только так. Багажник просто огроменный. Я могу сюда вот так вот зайти, могу погулять здесь, выходить, могу тут вот все, что угодно здесь можно сделать. Он очень большой просто. Это реально так. И это реально круто. То есть, если мы говорим о том, что путешествует семья из четырех человек, загляните, какое количество места здесь в багажнике. Качки меня поймут. Трецуху здесь тоже можно прокачать. Если делать резко, то будет даже упор. Не, на самом деле, почему дернул этот ремень, я хотел показать вам. Смотрите, как здесь он крепится. В нашей бы машине он болтался бы просто вот так вот, прям, как бы, всю дорогу. Здесь же, что сделали и пошки? Он защелкивается вот так удобненько. И эта штука уходит сюда. Все идеально. Перфект. Здесь для удобства ночной погрузки и разгрузки есть вот такие светлячки с этой стороны, с этой стороны. Они, кстати, мне напоминают примерно такие же вот ночнички. Были в Москвиче и в Жигулях. Прикольно. Вот здесь у нас, как всегда, там спрятан домкрат. Соответственно, набор ключков к домкрату. Но мы туда не полезем. Так как у нас очень низкий клиренс у машины и очень высокий пол, то, соответственно, все это место, это багажник. Вот. Здесь небольшой лючок для каких-то мелких запчастей. Тут вот просто гигантские лючара. Вот давайте посмотрим даже, что понятно, что у нас здесь есть. У нас здесь есть подголовник с DVD-диском. Это бы обычный подголовник. Наверное, для какого-то из сидений или для еще чего-то. Кто знает, кстати, в комментариях, для чего в Альфарде вот этот дополнительный подголовник, напишите. Жилет безопасности. Очень крутой набор от Тойоты. Там у нас находится огнетушитель, аптечка и все, что нужно и не нужно. Щеточка. Скоро зима. И вот машину уже готовят. Дальше, что у нас. Кстати, очень удобно. Смотрите, такие. Несколько уровневые. Несколько уровней. Очень прикольный. Вот. С этой стороны у нас должна быть запасонька. Вот. Запаска у нас... Ну, смотрите, это докатка. Вот. Такая она. Прям слик гоночный, маленький. Вот. В чехле. Кстати, очень тоже кайфово. Сразу говорит о премиальности машины. Сиденье фиксируется как в двухсотках и как в новом Форчунаре. Примерно так. То есть вот... Сейчас, подождите, две секунды. Разберусь. Вот. Такая штука. И они упираются сюда. Здесь у нас после этого поднимается... А, вот куда втыкается подголовник. Он какой-то промежуточный. То есть еще... Только непонятно, для чего он здесь нужен. Давайте посмотрим. Это сейчас мы тоже опустим. Вот. Вот так. Окей. Окей. Не, это какая-то мистика. Подождите. Точняк. Он вот сюда. Для кого и для чего? Опять, кто знает, для чего нужен вот этот подголовник. Я вот не могу понять его функционал. Напишите в комментариях. Вот. А сейчас мы попробуем пробраться на третий ряд. И посмотреть, насколько комфортно там сидеть. На самом деле, третий ряд в машинах, он всегда такой относительно скептический. Вот сколько я помню машин, за исключением, наверное, Volvo XC90, сидеть на третьем ряду, это просто мука вообще. Вот. По всем фронтам. Что мне нравится в этом третьем ряду кресел в Альфарде? Ну, опять же, нужно не забывать, что все-таки это микроавтобус. И как во всех микроавтобусах, они у него ездят вперед-назад. То есть можно так, но можно и максимально отодвинуть назад. У нас задние кресла максимально отодвинуты назад. Супер комфортно. Второй ряд сидений. И эти тоже. Сейчас мы посмотрим, сколько здесь места. Я уверен, что его здесь просто очень много. Я не буду заходить через второй ряд, чтобы мы сняли все одним дублем. Так, здесь, ну, что-то натягивается, чтобы не брякало. Вот. А зайду прямо отсюда. С багажника присяду. Ну, что могу сказать. Надо регулировать. Ого. Все, ништячок. Ништячок. Ну, пока все реально очень комфортно. У меня здесь есть своя сеточка. Для того, чтобы мне вот здесь есть какая-то ниша, чтобы что-то положить. Там телефончик или еще что-то. Есть свой подстаканник. Я могу выжать ручку и пнуть комфортно сидящего впереди пассажира. Вот. У меня тут быстрый доступ к домкрату. Ну, сам... А, вот что. У меня еще, смотрите. У меня есть дополнительный свой свет отдельный, который можно включить. У меня есть свой дефлектор воздуха, который я могу также направить на себя. Колонечка JBL. По месту, по высоте очень много места еще над головой. В принципе, я могу сказать, что здесь очень комфортно. Да? На третьем ряду Toyota Alphard. Комфортно. Конечно, не так, как на втором. Но для детей, которые любят пошуметь, вот тут вот, для них тут просто раздоли. Кайф. 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 а теперь пришло время рассказать про ключ это обычный ключ как у двухсотки но необычен он тем что сюда они добавили еще два сектора то есть если у двухсотки это просто закрывание и открывание замков дверей и открытие заднего багажника то здесь это еще открытие левой и правой боковой двери пассажира то есть это очень удобно и опять же респект компании toyota но надеюсь что в следующей генерации уже будут сенсорные кнопочки с экраном потому что пора двигаться дальше надежность безопасность это все круто добавляйте сюда немножко инновации и тогда это будет еще новый 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 уровень для компании toyota сейчас как раз пришло время рассказать о том как едет эта машина что у нее с динамикой как у нее ведет себя трансмиссия опять же я не помню говорил я уже об этом и не говорил но это одна из немногих машин которая когда ты просто нажимаешь тапку в пол то она просто срывается со шлейфом и система антибукс антиюз блокирует но не справляется полностью это очень конечно круто 300 лошадей в этой малышке блин дают просто невероятную динамику ну конечно не буду говорить про старт-стоп функции кругового обзора замечательное зеркало камера посмотрите как прикольно можно сейчас видеть вот мы едем а там кто-то сзади нас мне кажется кайфовая функция вот всевозможные помощники всевозможное управление полностью блок управления всеми дверьми открывать боковые все двери закрывать с кнопок это конечно все просто офигенно чего еще мне не хватает в этой машине ну то есть это если сейчас убрать весь восторг убрать все эмоции на заднем сиденье не хватает массажа ну то есть но если ты платишь за машину практически пять мультов ну массаж но вообще было бы идеалочка конечно вот но не тайский не тайку в комплекте вот а просто обычный массаж который есть на многих машинах премиального класса подобного вот это было бы вообще конечно идеально у нас вас сейчас воскресенье мы сейчас найдем какую-нибудь дорогу где никого не будет вот и я покажу вам что эта машина делает в динамике как она срывается давайте приоткроем окошко сейчас попробуем это сделать отсюда мы будем выглядеть не очень красиво но и куда деваться то есть вот но я уже отпустил газ мы в пределах 60 километров но до того момента как пока она набирает 60 километров разрешенные в городе машина успевает сорваться в шлейф два раза на первой передаче потом она переключает на вторую и дошлифовывает еще на 2 мне кажется что это вообще просто огненно вот сейчас выйдем опять пустынная улица вот встанем здесь откроем окошечки остановимся полностью и давайте мы все все в рамках пдд мы конечно агрессивно стартуем вот на пустой улице где никого нет но не больше 60 вот 60 плюс 20 максималочка вот но вообще на самом деле давайте так эта машина не об этом но я сейчас что хотел вам этим донести машина построена на базе седана у японских автомобиле-строителей немножко другой подход к автомобильной философии и еще раз говорю то есть это седан по всем по повадкам по рулению по всему просто он большой такой как будто бы это универсал в это седан понимаете по ощущениям динамика у него чума то есть если ты садишься на европейские автобусы ты получаешь совсем другую отдачу ты садишься такое это как будто бы какой-то полу грузовичок такой ты там что-то рулишь управляешь здесь все немножко по-другому это комфортный автомобиль очень комфортно вот но хотел сказать что напомню вам автомобиль за 4800 не может быть некомфортным а потом вспомнил что есть машины которые стоят очень дорого и при этом вообще никак по комфорту себя не показывают вот поэтому так нельзя говорить вот но но эта машина очень хороша бабочки не переживайте все нормально мы вас не задаем вот что еще из такого сказать про эту машину но опять же вот мы сейчас едем и просто огромное количество взглядов каждый второй человек оборачиваться на эту машину машина просто конечно в потоке выделяется из всех и она выделяется не какими-то своими уродливыми формами она выделяется как раз своими красивыми формами такое ощущение что едет трансформер спустившийся к нам сюда в нашу обычную мужскую суету и вот он перемещается по нашим улицам и вот на это народ обращает она не типичная для потока плюс это все-таки микроавтобус плюс у нее нереальная хромовая вот эта решетка впереди и с полным отсутствием логотипов то есть что это за машина опять же вообще непонятно и народу интересно еще раз говорю если есть возможность спросить люди спрашивают вот потому что она тачка огонь вот ну и сама все динамика она разгоняется вот по всем своим передачам тоже сейчас просто нажимаем пол и она вот по всем 1 2 3 пошла вот все у нас 100 километров нужно тормаживать вот едет машина очень хорошо для учета того что это микроавтобус она ведь не то что очень хорошо она едет невероятно хорошо подошла бы эта машина для путешествий ну вот так вот если разбираться только не в европе россия от владивостока до давайте так наверное там да да москвы вот вот это очень хорошо просто если ехать на и в европу то все-таки расход если посмотреть сейчас у нас расход то расход у нас вот прям 15 15 но опять же мы сейчас топали да но тем не менее реальный расход 13 15 литров вот он он такой как бы и есть вот подожди теперь паркуюсь заберу жену смотрите как все удобнее закала парктроники все дела но это еще не все вы просто посмотрите как у нас сейчас будет смотреть я беру остановился немножко вырубить нажимаешь она кнопочку и посмотрите он цель открылась дверь все волком я нажимаю на вторую кнопочку и ты посмотрит посмотри снять сторону ряд когда у нас заходит вип-пассажир вип-пассажир зашел сел надо выходить открывать ему ты дальше нажимаешь на клоузер здесь и мы закрываем дверь у нашего вип-пассажира красота это друзья toyota alphard во внутренней части у меня все надо подводить итог да вот 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 это вот вот если подводить итог и как-то вот сказать одним словом об этой машине то наверное можно сказать слово восторг восторг это именно то слово именно те эмоции которые вызывает эта машина у пассажира у водителей у людей которые видят ее потоки машин и просто припаркованный где-то на стоянке безусловно если говорить о vip машине для перевозок это отличный вариант если говорить о машине для путешествия по асфальту или по европейской части россии это просто великолепнейший вариант но если говорить о путешествиях где будет съезд с асфальта на гравийку то конечно эта машина для этого не подходит нужно понимать что за эти деньги можно купить полностью на фаршированного прадика или или начальную версию двухсотки но это будут совсем другие ощущения и совсем другие эмоции с вами по прежнему был богдан булычев это канал про путешествия и мой обзор от путешественника друзья если вам понравился этот обзор ставьте лайки пишите в комментариях какую следующую машину вы хотели бы увидеть в тесте и конечно подписывайтесь на канал запомните мы прежде всего канала путешествия и уже потом канал о обзорах автомобиля всего вам хорошего удачи друзья пока субтитры подогнал «Симон»